Ну что ж, настало время посмотреть нашу редисочку. Мне нужно заводить горшочек, чтобы посадить сюда оставшуюся рассаду. Посмотрите, какая красота. Своя. Вот она, редисочка наша. Не вся, правда, крупненькая. В чем дело? Почему разная? В одно время была посажена. Смотрите. Ой, что я показываю? Смотрите. Интересно, да? Но мне нужно по-любому здесь убирать ее. Ну ладно, салатик обеспечен. Что вы, дорогой, мы говорите? Да, нам нужно подвязать эти огурцы. Послала мужа за проволокой, чтобы... Прям не под корень, чтобы не повредить. Да, и прям до конца надо с... Ага. Все там, что ли? Ну, что, чушь. Ой, не повреди этот огурчик. Ты что? Ты ствол... Я ствол вообще не прянуть. Все, теперь в веревку можно ставить. А что, согнулась, дайте ему проволоку. Ну, там больше не идет. Интересненько. Можно завязывать и проволоку куда? Ну, ты за низ завяжи. За низ. Ну так, смотри. Как ты здесь завязываешь? А, ну, сейчас я подумаю. Сейчас я посмотрю, там, как лучше сделать. Пора огурцы. На бантик, Тимур. Пора огурцы подвязать. Они вот так вот у меня уже лежат. И все, вот не было возможностей. Не было мужа, чтобы поехать купить какие-то приспособления. Говорю, просто купи проволоку толстую. Сделаю крючок. Нет, он... Сколько одна штука? Два доллара стоит? Два доллара, да. Еще раз тратился на вот это вот, Тимур. Ну, она вырежь. Ты бы... Не работай, да? Ну, она будет уже. Ты думаешь? Попробуем сейчас. Не режь веревку, это сильно короткая, Тимур. Ты неправильно сделал. Это короткая? Сейчас я попробую сделать. Время полдесятого. Что? Да, представляешь? Мы вот возимся с огурцами. Наконец-то добрались. Они уже такие высокие стали. Нужно подвязать. Вот мой муж пришел мне на помощь. Говорит, давай подвязываем. Вот. Сейчас подвяжем огурцы. И будет радостно им. Вот такую вот редисочку собрали с одного горшка. Смотрите, какая разница между этой и этой. Не знаю, в чем причина. Ну, в общем, такая молоденькая редисочка у нас есть. Я хочу вам показать, что мы уже поставили вялиться рыбу. У нас очень простая коптилка. Это просто улики. Да, это улики. Пчелиные домики. Вот. И вот здесь вот такая вот рыбочка висит. И вялится. До трех часов будет вялиться еще. И потом начнем ее коптить. В такую вот вкуснятину. Все очень просто. Мечтаю тоже купить нормальную коптилку. Но муж говорит, ему это не надо. Папа наш приехал. Отцепил прицеп, трейлер. Да, отцепил трейлер, солнышко. Жарко. Да, лето наступило. Жарко, хорошо, да? Ага. Добро пожаловать, что я не купался. Папа, мы прошлом году вообще не купались. А вы что, там не купались сегодня? Последний день был. Я не купалась. Приехал к нам дядя Женя в гости. Помочь покоптить рыбку. Научить Тимура. По новому методу, да? Да. Так, расскажите, сколько она у вас вялилась часов? Сутки? Нет, нет, меньше. Меньше? Меньше. Барсик. О, надо барсик отцу убрать. Барсик. А он может запросто взять. Ага, стянуть может. Ну, вроде не такой у нас наглый, но может. Где-то я салфетки. Салфетки принеси, доча. Будет ток идти. Ага. Да? Так, дядя Женя смастерил новый... Как это называется? Объект или аппарат? Адну. 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 Немножко переделываем. Вот такая у нас рыбка вкусненькая, да? Её уже можно же кушать, да, дядя Женя? Такую вяленую. Да, уже можно, да? Если ты любишь такую. Называется балык. Балык это по-узбекски, балык Тимур, рыба. А? Или по-украински. Балык по-узбекски, да. Или по-русски тоже. Балык? Или по-сибирски тоже. Да? Так. Вот такой вот у нас тут агрегат. Вот я наоборот сделаю. Выровняйте. Дядя Женя, первый ваш аппарат был с уликов, да? А вот он стоит. Ну да. Ну вы тоже так начинали коптить с уликов. Дёшево и сердито, да, можно сделать? А почему сердито? Ну так говорят же. Дёшево, а ещё и сердито. У пчеловода ничего не пропадает. И этот, как там был его, дымарь, дымарём. Да, было время, я даже в бумажных коробках копчу. Надо как-то потом, может быть, отдельное видео снять, Тимур, полностью, как засаливать, как вялить. Просто над этим видео надо поработать несколько дней. Да, хочется только кушать уже, а? Да. Ну, Дяшево, не говорит, что за час будет готова. За час, Евгений? Да. Проставь. По тому методу три часа ждали, а это час и будет готово. Аппетитная рыбочка. Даже. Уже пахнет. Так, ну что, дядь Жень, всё. Рыбку заложили. Теперь вот так под стеклом будем наблюдать, да? Закрывай сильнее. Никто не должен трогать ящик. Так, техника безопасности, никто не должен трогать ящик. Подходи, смотри, ну не трогай, потому что можешь словить. Так, ну... Поджигать надо вот эту жидкость? Вот эту сломим? Не-не-не, вот эту надо поджигать, Жень? Ты забыл, закрываешь, да? Так, значит, такая вот здесь система интересная. Очень. Дядя Женя смастерил всё своими руками. Дядя Женя, где вы это увидели? Или вам озарение пришло самому? Половину увидел, а остальное задумывал. Значит, у вас там щепки. Какие щепки? Фруктовые? Не торопись, всё сейчас в процессе будет. Так, дядя Женя, там что-то подключает, да? Я смотрю. Ну, я вентилятор включил, оборотики. Вот такая вот здесь система интересная, аккумулятор. Всё, пошёл дым. В общем, как это называется коптильня? Электрокоптильня? Электростатическая. Электростатическая. Ещё аккумулятор там, и мы это прикроем, чтобы жар сильно не жарил, чтобы не жарил. Всё? Всё дым пошёл. Бедный сосед наш, он то стейками, то шашлыками захлёбывается. Я забыла шишки показать. А, шишки? Почему? Там уже дым, да? Уже ничего не увидишь. Ох, смотри, какая красота. Здесь для Жени есть фильтр. Женя, а вот тут коточка. Всё, дымок пошёл. А прикасаться... Дерек, сюда прикасаться нельзя. А, вы ещё не включили? Синяя лампочка вот эта, справа. Бабочка видала, вылетела. Так, там уже смотришь, какой дымок внутри. Внутри дымок. Вон пошёл. Ты понюхай какую. Вы не сказали, щепки у вас, какого дерева? Ты нюхать, вот смотри, какой он белый. Смотри, какой белый. Какой запах, ты слышишь, что нету пожара. Да, вообще. Какое дерево? Черешни, орешки, хикари. Ну, готовы, да, купили просто уже? А что-то готово, а что-то вон в бедре там. Я сам столкнул. Евгений, получается, вот тут надо добавлять. Вы помнишь, добавляли сколько? Статика отключилась? Да, статика отключилась. Теперь немножко дым будет. Одну минуту это будет дым такой. И потом что будет? Вот, наблюдаю, уже мы рыбу видим. Видно рыбу уже. Не трогай ящик. А винич, нельзя сюда, здесь ток. Ящик нельзя. Здесь большой ток. Ты тоже не трогай. Не, мурашек, мурашек. Потому что получишь... Смотри, 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 видишь? Видишь? А статика работает, она берет эту рыбу и... Ну, дым берет и в рыбу ее... Это вот именно энергия через провода эти проходят, да? Вот здесь энергия и тут энергия. И они как бы... Два полюс. Да, смотри, правда, этот дым исчез. Дым садится. Он садится на рыбу. Садится на рыбу поставь. Так, а что вы сделали? Нажал кнопочку. Так, всего лишь. Да, что вы сделали? Вы здесь нажали? Все, сейчас кусяц вентилятор. И опять забывает. Да, крокодилген он начал курить. А, вот там у вас вентилятор. Да, там выгорает энцероген все равно. У меня же здесь наоборот проходит сквозь древесину, а древесина становится... Помнишь? Да, да, да. Вот это все там. Все точно подобное. Да. С принципа. Ну, я смотрю, там медная трубка у тебя есть. Даже, что-то дым опять появился. Ну, он уже коптит. Все? Сейчас минуту она забрала дым, теперь обновь. А, получается, он так будет автоматически, что ли? Восемь циклов. Восемь циклов, все. В течение часа, да, будем рыбку кушать? Один минута. Сразу нельзя кушать, правда же? Один минута статика, три минуты дыма. Да можно. Почему нельзя сразу кушать? Можешь 15 минут дать ей полежать. Да, и сколько в день? Ну, мы тебе дадим полежать 15 минут, а мы начнем... Ну, пока это сготовится, но ты дым будешь кушать, она неприятна. Ну, да, да, да. Ты правду говоришь? Не, 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 ты подожди. Это новая технология. Это новая технология. Новая технология. Это вообще такое. Ты дым понюхай, понюхай, он тебе даже глаза не режет. Он как молочко, он очищенный. Там нету вот этого сажи. Ты классный вообще. Да. Идеи, Марина, у нас поставили. Смотри, горячий. Горячий? Да, там, 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 сейчас загорится. Да, Женя, что эти тюбу не взяли? Сейчас рыбку поели бы свежую. А то загорится еще. У меня своя коптилка там дома. Да нет, не горячий. Ну, так все вот-вот загорится, дыма столько. А он не загорается. Коптится, видишь? Марина, ты должна просто понюхать, посмотри. Здесь нет. Я же нюхаю. Запаха пожара нету. Дым пахнет чем-то. Да, чем он пахнет? Дерево не пахнет. Нет, 0,23 с зелеными. Нет, 0,23 с зелеными. 23 минуты еще будет катить. А, это время, что ли? Это общее время, 23 минуты. Дядь, Женя, это вот это все вы на Амазончике купили или как? Это мне мой хороший друг в Денвере, Вася, собрал мне это коммутаторное устройство с трех таймеров и двух релюшек. Тимур, ты понимаешь вообще, что-то такое все вот в этом? Это вот надо же мозги иметь, чтобы это все собрать. Вот это вот внизу, это генератор. Это который статику дает. 20 тысяч, вот. Все, рыбу... Марина, он там загорелся. А все, ничего страшного. Ага, значит дым опять исчез, да? Интересно. Видишь, дым ушел, сейчас опять он включится и опять дым загонит. Ну ладно, в общем, система понятна. Смотри, ушел весь, полностью ушел. Да, да. Дым, Евгений, а как ты предсказки? Как дым же он уходит? Он не уходит. Его электрическим полем прибивает к рыбе. Все собирает, как гальваника, да? Все, пошел новый дым. Впечатляет, впечатляет, серьезная тема. Ну ладно, как-нибудь засолим рыбу и надо будет поподробнее рассказать, да? А сейчас мы ждем вашего приготовления. Мой друг Саша, который щепетивный в этих вопросах, Саша Петивный, отведал наш кусочек ему и он отметил по всем параметрам, идеально для него. А он капризный для этой рыбы. Он слышит с каждой рыбы, с каждого водоема, может, ты ему дашь, он скажет, это ты там ловишь, это ты там ловишь. Настолько у него это чувствительно сразу. Ну мы, если что, в Костка словили. Мы ходим рыбачить с Косткой. Да, у нашей рыбалки с Косткой. Ты мне потом на вайбер сбросишь видео? Вот это? Конечно, конечно. Ну когда отредактируешь. Могу, ну а. А когда отредактируешь? У меня так быстро летит, нам осталось 19 минут и рыба будет готова. Даже не уже рыба будет готова за уже за 19 минут? Не думаю. У меня получается меньше часа. Вы говорили, что час, но уже меньше часа. Я говорю, если нам повезет, максимум часа. Так, что там, Стасик включился или что? Стасик. Можно коптить тоже. Так, что вы там поставили? Крышку? Объем говорят. Тимур, я говорю, тут коптить можно тоже. Ну, вы что-то хотите еще добавить по своему агрегату? Какие-то добавки? А, ну какие добавки? Добавки будут за столом. А, да? Хозяйки будут говорить, стоит это или нет. Ну, я думаю, что стоит. Здесь у нас там в уликах стоило, а здесь уже как-то по-современному. Да, и радуга вон, все нам, все классно. Точно, и радуга вон есть. И с рейса хозяин приехал вовремя. Да, мы всегда вовремя. Все, тогда я пошла на кухню варить картошечку. Все, копчение закончено. Копчение закончено. Не лезь туда, кем? Не лезь. Мы должны туда сами слазить. Так, ну мне можно с камерой залезть сюда? Подразнить своих друзей? Марин, камера-то на глазу, да? Верик, не трогай. Что там, Евгения забыла? Так. Торжественный момент. Объявляем открытым. Вот. Одинственное наложение. Снимаем след. Так, разряд тока пропал, все? Нет, ничего нету. Не щипает вас? Она в полу. Она стоит, не стоит, не стоит, не стоит, не стоит. Не стоит, не стоит. Ну ты вот положи одну кожу наверх, чтобы прийти. Ну, одной кожей? Да, мне пришли пинку. Ты их вытирай, да? Да. Да, надо их вытирить. Ох, сейчас мы будем вкушать. Такую красоту. Какая красота. Так, давайте дальше. Продолжайте. А то, что-то вы остановились. Три. Четыре. Так, пять. Да, Жень, ну фильтр, фильтр, покажите. А, фильтр? Ну, идите. У вас там интересный фильтр. Вот, тут все прибамбасы. Так, это у нас шишки. Да, шишки, смотри. Они что, вообще не горят? Просто запах из Данька, глянь. Не запах, а нет. Что они делают? Ну, фильтруют немножечко. Сами придумали. Да. Ну что, дядя Женя? А что с запахом? Что с запахом? Пока я не чувствую, потому что здесь все смешалось. А ты туда... Ох, какой запах. Как? Запахом, запахом. Надо же пробовать. Да, надо есть, да? Попробуй, понюхуй. Ох, какая вкуснятина. Уже попробовали? По запаху уже чувствуется. Так. Держи, Вильчин. Комментарий писал. Давай, ты чуть понюхай, посмотри. В словах скажи хорошие. Меня загнали сюда, сказать вам комментария. Какие комментарии? Расскажи. Ну, комментируй. Как ты что это сделала? А, как я это все сделала? Я только держала камеру в руках, и дядя Женя нам... Так, начнем с тебя. Поехали в косу, купили рыбу. Не, начнем сейчас с того, что дядя Женя у нас специалист. Да. Говорит, вот такую систему придумал. Попробуем, давайте, давайте. Ну, в конечном итоге, вот сейчас результат. Ну, купили в косу рыбу, потом ты ее засолил. Сколько соли? Я в косу с удочкой ходил. Мы же рыбачили в косу. Да, да, да. Стакан соли, полстакана сахара, да, держим. Так, какой за соль? Два к одному. Два к одному? Два стакана соли, один стакан сахара. Да. Окей, засолили, вы видели. Потом двое суток была в холодильнике. Два суток солилась. Потом промыли ее хорошо, да? Промыли, да, и все. И поставили вялись. Дядя Женя приехал со своей новой технологией. И все сделаем. И мы покоптили, и это сейчас не конец, мы будем сейчас пробовать. Да, вообще. Картошка у тебя готова? Картошка готовится нам для начала. Конечно, хорошо было бы иметь пакетики бумажной, но мы что-то не запаслись. Ты смотришь, это... Я ее просто с серьгами сейчас буду заврать с серьгами и в пакетки. Ну что, какую оставляем? Я думаю, красивую самую запакуем, да? Да, Мишка, оставляй две штуки, но и... Две оставим? Да, две. Покушаем хорошо. Чтоб наелись, да? Я еще думаю, Грен, хватит мне, чтоб наесться. Платит, конечно. И в пакет. Может, в пакет есть? Ну что, уже можно в пакет ставить? Да, можно? Чужели ведь посередине? А тут она очищенный дым. Можно ставить, да, смело? Ты послушай, у меня же нету такого дыма, как... Ну так, ладно, я потом пополам, а что-то их режу, пополам, чтобы было удобно. Идемте, покушаем, да, держим, а потом уже будем заниматься. Ты заверни уже две штуки, ладно. Пусть она стоит, наверное? И что, и буду тут мухи топтаться. А, ну, перевернись шкурой сюда, шкурой. В дом завернемся. Какая шкура красивая. Да, золотистая такая. Но дело в том, что когда она полежит, она еще позолочит станет. Да? Да. Ну, отлично. Ну что, кому отправляем? Тимур, два пакета ставать, и должны быть полоску по теме. Еще цензуру проходить надо, и редакцию. Да-да, надо попробовать. А еще подпись от главного редактора. Привет, солнышко. Солнышко, привет. Это не солнышко, это трубачи. Да. Ну, ладно, я с вами прощаюсь. Разрежем. И покажем вам ее в разрезе. Шкурочка жестковатая. Шкурка, конечно. Смотрите. Какая красота. Вот такая рыбка. Ну что ж. Марин, я тебе скажу, какая в России, какая в Украине. Рыбка делается. Тоже красавица. Не вкуснее, да? Вкуснее. Я думаю, что вкус может одинаково. А? Вспоминай свой комментарий, который полчаса назад. Даже я не помню. У меня же не такая феноменальная память. Вы помните, что я полчаса назад говорила. Ты говорила. Как на соль? Я вам сейчас скажу. Что это такое? У нас за толстый, поэтому мы не будем. Ммм. Я не знаю. Ммм. Хотите? Хотим, хотим. Ну, ладно, ты снимай пробу. Ничего себе. Я же не буду пробовать снимать? Конечно, конечно. Уже за стол. Или за столом. Я за столом. Ммм, какая вкуснятина. Соль в меру посолена. Я тоже хочу. Евгений, идеально. Просто идеально. Очень вкусно. Бери. Ага, это жарко, не одевается. Очень вкусно. Да. Вот, что прям хочется на свежем воздухе ее поесть. Ха-ха-ха. Чем-чем? Не говори. Смотрите, как можно порезать рыбу от шкурки. Потому что дети оставляют на шкурке рыбу. Евгений, я же говорю, вот там ты от... От свечи. Вот так вот нарезали и так вот ножиком... Нашли? Евгений, вот этот провод искал, чтобы разрядить ящик, энергию. Да. А он здесь лежит. Там чуть Любу погоняли, дядя Женя. Нет, это не тетя. Не тетя Люба, а там лежит. Ты снимаешь? У меня, правда, нож здоровый для этого, надо поменьше, потоньше. Да, вообще так, ладно. Так, со шкурки вот так вот, раз, ножичком. Маленьким. Удобно. И получается, рыбка без шкурки. Держи, может у вас... Что с такими кусками? Да ты что, толстый нарезала, Марин? А! Сейчас, Дерек, сейчас, 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 Дерек. Подождите, это так я для это... Для того, что ты сейчас. Я же для видео щедро. Ты так просто делаешь полосочки, ды-ды-ды-ды, а потом сошкуруешь. Да, надо пиление ножек приобрести. Это большое усилие неудобное. Дерек, ты что? Ты полностью запих... Дерек, очень просто. Как-то так. Ну да, теперь вот сюда вот. Видите, как раз, кстати, рыбу купила в Гудвилле за 2 доллара зарелку. Слушай, ты сама теперь это складывайся. Ну давайте, дядя Жень, давайте, у вас хорошо получается. Я что-то сегодня не знаю. Нет, это же женские дела. Как это женские? Все, что с мясом, это мужское все. Ну почему? Порш женщин. Лучок, да? Давай лучок достай. А я не знаю, кто это с лучком. Тимур, ты хочешь с лучком рыбу? Нет. Нет? Хочешь на рыбу с лучком? Тимур обычно ест. Я думала, что с лучком будет есть. Я не знаю. Не надо, дочь, никто не хочет. С лучком. С тейк с лучком. Поняла, как это сладко? Ну да, я так и делаю, да. Ну вот так, поняла, да? Вот так заворачиваешься, потом в другую же плату. Да-да-да. Хорошо бы нарезать, а я сейчас накрою на стол быстро. Ну а чего будет держание зря пропадать? Пусть поработает. До конца. По соли, да? По соли? Это же Симур солил? Ну, под моей рукой я ходил. Нет, соль сегодня вообще была необычно соленая. Все прям в тютельку, в тютельку. Да, в прошлый раз? А? Чайник не скипел. Ну я же тебе говорила, чайник надо его скипятить. Я кипятил, включил, Марин. Да, дядя Джейн, соль в этот раз была прям особенная. Ну, специально для тебя. Потому что в прошлый раз была чуть-чуть... А соль у вас какая, русская? Кошерная. Почему? Значит, если бы моя соль была, еще вкуснее будет. Да? Все, надо сейчас купить русскую соль. А мы все с кошерной привыкли делать. Мы с Тимуром уже об этом много раз говорим. Тимур, вот ты слышишь, да? Да, слышу. Не забывай про соль. Хорошо. Ну все, несите к столу нашу рыбку. Все, давайте, давайте. Я думал, ты полесешь. Да? О, мы отмечаем день рождения, кстати, второй день. А, да, второй день. Неплохо, да? Так, ну где все остальные? Никто не хочет больше, да, рыбку? Вот такая вот у нас рыбка. Быстро картошку отварили, быстренько. И сейчас мы будем вот в такой вот красоте вкушать. Наконец-то пришло время, а мы подзабыли, что у нас есть такие фонарики, которые мы давно купили, чтобы нам поставить вот сюда, на эту дорожку. Видите, у нас? И не работают. Да, три горят, а три почему-то не горят. То сейчас мы будем, девочки, давайте, идите, убирайте, Алиночка. Убирай. Ты хорошо расправила свое? Не знаю. Убирай тот фонарик, Эви, и туда нужно... Убирай пока тот, который не горит. Посмотрим, как будет смотреться. Вытаскивай. И на то место ставь фонарик аккуратненько. И посмотрим, как у нас будет красиво или нет. Оно больше, наверное, будет красиво, знаете, где среди цветов, среди кустов. Вот там будет очень красиво, да, смотреться? Да. Ну что ж, смотрите. Вот такая вот у нас красота получилась. Жалко, конечно, что здесь теплый цвет. Там такой холодный цвет получился. Вот, и наяву, конечно, смотрится намного красивее, но все-таки, все-таки эти фонарики, они будут смотреться прямо вот в клумбах, в цветочках, там, где цветы. Они там шикарно смотрятся. А здесь, не знаю, здесь вон те фонарики, которые у нас были, они, когда хорошо светили, они такую на эту дорогу, такой, знаете, узор делали. Очень красиво было, оригинально. Это пока так постоит, потом посмотрим, если найду что-то более оригинальное. Вот, поменяю, а эти в огород, потому что, ну, не знаю, вроде как и красиво, но в то же время думаю, что это будет для детей, как это, охота потрогать, пощупать. Постоянно будут они хотеть их трогать, шатать их, в общем, не знаю. Посмотрим, ну, вот такая вот у нас красота тут на улице. Видите, как все красиво, даже ночью. Да, Алиночка? Да. Вот такая у нас получилась дорожка неплохая. Алиночка. Окей. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Находится недалеко от нашего дома Нравится нам здесь, что можно посидеть Не так сильно много люта Смотрите, дома вот эти вот Выходят прямо на реку Дома здесь уже старенькие, не новые, давно построены О, начали дом Тимур строить на этом участке ДомаTorzok 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 Дедуля наш сидит, занял место, но столик один достался Конечно, мы поздно едем, так спонтанно собрались, очень спонтанно Все спонтанно собрали ДомаTorzok ДомаTorzok Продолжение следует...